Санкт-Петербургский танцевальный союз Это программа «Область спорта» на 47-м канале Мы рассказываем о людях, которые стремятся к победам и добиваются успехов В ближайшие 20 минут все самое интересное из спортивной жизни Ленинградской области Охота на зайцев в Токсово 500 юных спортсменов со всей России отстрелялись в Ленобласти Просто хотелось ярким быть, выделяться, чтобы все видели, что я бегу В борьбе за серебряный мяч школьные команды разыграли путевку в Петрозаводск Я надеюсь, что с включением опять этих соревнований уровень волейбола потихонечку в школах поднимется Свадебный переполох. Говорим не только о спорте, а с ватерполисткой Катериной Кирильчевой Я маму, пожалуйста, не надо, какое водное было? Нет никогда в жизни Отправляемся в Токсово, где на прошлой неделе состоялся четвертый этап крупнейших соревнований Среди юных биатлонистов Кубок Анны Багалий На старт вышли 534 спортсмена из 25 регионов России и зарубежных стран – Эстонии и Литвы Четыре возрастные группы, дисциплины, спринт, суперспринт и эстафеты На кону розыгрыш 19 комплектов наград В итоге победу в общем зачете праздновали биатлонисты Санкт-Петербурга В тройку по медалям также попали Республика Карелия и Московская область Представители Ленобласти взяли только одну бронзу Дмитрий Моисеев с подробностями борьбы за главный талисман соревнований Зайца-биатлониста Зайкина Псковская область Рязанская область Саратовская область Сахалинская область Все флаги в гости к нам В 5 дней сильнейшие юные и старшие спортсмены выясняли, кто сильнее на Кубке Анны Багалии Среди участников – настоящие фанаты биатлона Мне нравится биатлон, потому что это азартно Вот это стрелять, штрафные минуты, круги – это все очень интересно Я тренирую стрельбу в городе Балаково, спортивной школе юности Стрелять – это не очень легко Когда ты просто стреляешь, это разные вещи Когда бежишь, это труднее, потому что у тебя уже пульс Когда стреляешь, нельзя дышать Все 4 года занимается лыжами А так как болеет биатлоном, смотрит с 4 лет, знает всех передовых биатлонистов мира И поэтому пришла идея отдать его биатлону Город небольшой, мы возим за 80 километров в город Балаково, Саратовской области Там биатлонная секция, хорошие тренера Нас позвали туда, мы с удовольствием приняли их предложение Ездим 4 раза в неделю Десятки стартов, километры дистанции Бучные прокаты, сотни пристрелок и пораженных мишеней на рубеже И финишная черта, за которой нет сил подняться с колен Трасса хорошо подготовлена Единственный минус был, что на подъемах была каша сильная Ну и так как сегодня был с утра дождик Трасса очень, ну как сказать, на биатлонном языке каша И бежать было очень тяжело Ну, лыжи, впрочем, нормально катили Стрельба тоже один промах всего По рассказам слышал, что в Питере всегда дождь, пасмурно Ну, на сохранении, ну, примерно такая же, только без дождей, только снег сыпет и все Представители Ленинградской области школы «Богатырь» из города Тихвин рассчитывали на большее В призовую тройку, увы, спортсмены не попали, но никто не унывает У Тихвина большие перспективы Я, честно, недоволен результатом Сегодня на первом рубеже у меня случилось так, что я принял очень неправильную изготовку И у меня вся стрельба уходила на три часа То есть первый выстрел попал, затем у меня четыре штрафа На стойке у меня пять штрафов Но ходом я хорошо проехал, и, в общем, где-то в середине База биатлонного стрельбища в городе Тихвина построена очень хорошая Приглашаем к нам приезжать на сборы с других регионов Хотелось бы, чтобы ребята приезжали И нам интереснее будет тренироваться вместе с ними Вместе добьемся хороших результатов Кубок Анны Багали шестой год подряд собирает сотни спортсменов Разных возрастов со всей России Сравнить силы в прямом противостоянии с лучшими сверстниками из других регионов Уникальная возможность громко заявить о себе В целом выиграет российский биатлон и детско-юношеский биатлон И я уверена, что много фамилий, которые сейчас заявлены здесь И бегут сегодня ребята Мы через несколько лет, может быть пять, может быть десять лет Но точно эти ребята будут представлять нашу страну на международной арене Я в этом уверена Здесь не ходят, мчат изо всех сил Под ногами снежная каша Подкрепись гречневой И вперед к новым рекордам Кубок Анны Багали переезжает в столицу Заполярья Мурманск Где пройдет заключительный этап Охота за главными наградами Зайцами продолжается Это программа «Область спорта» Самая интересная о спортивной жизни региона Совсем скоро расскажем о победителях областных школьных соревнований по волейболу Серебряный мяч А пока о выступлении команд региона на всероссийских турнирах 0-3 в Казани Волейболисты «Динамоло» практически ничего не сумели противопоставить лидеру Суперлиги «Зениту» в гостевом матче в столице Татарстана Хотя и выступал соперник практически вторым составом Сосновоборцы упирались в каждом из сетов Но в концовках казанцы включали дополнительные скорости и доводили партии до успеха Восемь побед в 26 матчах и 12 место Таков итог выступления динамовцев на предварительном этапе 8 апреля стартует турнир за итоговые места с 9 по 14 Команда «Кенеф» стала второй на первенстве России по водному полу среди девушек до 15 лет На групповом этапе киришанки уверенно одолели соперниц из Волгодонска, Москвы и Нижегородской области В полуфинале прошли команду из Златоуста, а в решающей игре сошлись с хозяйками бассейна Ханты-Мансийской Югрой До начала третьего периода команды играли на равных, но в итоге вверх взяли Югорчанки 9-6 у Кенефа серебро А теперь отправляемся в Колпино В одноименном спортивном комплексе школьные волейбольные команды области играли в серебряный мяч Именно так называется всероссийский турнир среди команд образовательных учреждений Кому досталась путевка в Петрозаводск и как юные волейболисты поддерживают друг друга, выяснял Петр Лукашевич Отрадная, Гатчина, Приморск, Кингисепп, Ладейное поле Команды школьные, но надежда на них вполне серьезная Я надеюсь, что с включением опять этих соревнований уровень волейбола потихонечку в школах поднимется А в связи с этим и общий уровень волейбола в Ленинградской области Назвали так серебряный мяч, наверное, потому что это школьное соревнование Золотая, серебряная медаль в школе тут решили золотую не делать Потому что золотые медали это как бы перенство России, там где играют уже детские спортивные школы А серебряный мяч это для школьников Болельщиков в зале немного, но кто сказал, что команды остаются без поддержки Ведь подбадривать можно самих себя с полной самоотдачей Обычная кричалка, чтобы стимулировать человека, который на подаче, чтобы он подал Чтобы ему не было страшно У каждого человека же есть страх перед игрой какой-то И когда мы все кричим, страх пропадает В турнире играют только школьные команды Для маленьких городков, таких как Приморск, Выборгского района Это дает дополнительное преимущество Серебряный мяч дает возможность раскрыться таким маленьким городкам, предположим, как Приморск У нас одна школа, нам тяжело бороться со сборной Екатеринбурга, со сборной Москвы А в этих соревнованиях, когда участвуют только школьники с одной школы Здесь у нас есть преимущество И одной из главных задач нашей Приморской команды Приморской, это участие в этих соревнованиях Занимать первые места и идти дальше, дальше, дальше В этом году команды боролись за путевку в Петрозаводск Там пройдет следующий этап серебряного мяча Среди команд Северо-Западного федерального округа В финале сошлись лидеры областного волейбола Ладейное поле и Приморск Мощные эйсы и чудесные спасения Напряжение матча школьников под стать профессионалом Да, Приозерск привез команду на год младше Но это не мешает играть на равных И все-таки потихоньку ладейнопольцы усилиями своего лидера Берут игру под контроль и доводят матч до победы Впереди борьба за место во всероссийском этапе Ожидания, надежды даже не знаю Соперников не знаю Поэтому будем тренироваться Пытаться есть, что прибавлять в игре Каждому из игроков Даже мне тренеру тоже надо что-то прибавить Поэтому будем тренироваться И смотреть, как будет дальше Приедем уже на соревнования Увидим, какие команды Будем разбираться Это программа «Область спорта» Самая интересная о спортивной жизни региона Совсем скоро расскажем о важном событии В жизни ватерполистки Кенефа Екатерины Кирильчевой А пока о выступлении наших спортсменов На международной арене Две бронзы из Италии Везет домой теннисист из-под порожья Максим Гребнев 17-летний спортсмен дошел до полуфинала В одиночном разряде Где уступил будущему чемпиону Сянпенгу из Китая И разделил третью итоговую строчку С москвичом Львом Кацманом В парном разряде Гребнев и Кацман выступали вместе И также не сумели преодолеть китайский барьер Остановившись в шаге от решающего матча Футболисты ленинградца Готовятся к возобновлению первенства России На втором предсезонном сборе в Испании В контрольной встрече со шведским Вассалундом подопечные Бориса Рапопорта Добились яркой победы 4-2 Дубль в составе областной команды Оформил 17-летний Никита Розманов Вышедший на замену во втором тайме Еще по мячу забили Владислав Шепелев И Даниил Лучин А вот следующая игра против испанского Эльча Завершилась поражением ленинградца 0-3 В среду наша команда сыграет Против молодежного состава Валенсия После чего вернется в Санкт-Петербург Ну а мы отправляемся в Кириши К одной из главных звезд кинев Сургутнефтегаза Екатерине Кирильчевой Двукратной победительнице Евролиги И десятикратной чемпионки страны Буквально две недели назад В ее жизни случилось еще одно важное событие Ватерполистка вышла замуж О своей истории любви, о спорте И о трудных решениях Катя рассказала Софье Байбуриной Я сказал мужу, я говорю, что мы тебе отдаем свою душу Пожалуйста, береги ее И вот эта душа, которая у нее есть Сохраняй и мы будем тебе за это благодарны Познакомились мы в общем магазине Он стоял с общим другом Возле я говорю, привет, привет Он просто меня увидел В соцсетях нашел Начали общаться, общались долго Ухаживал он очень долго Ну а ты потом как-то Ну давай попробуем Давай, ну понравился Зацепил просто общение Шикарная, потрясающая девушка Спасибо О чем подумали Подумал? Ну что, она будет моей И что, о кольцове я ее Ну что, Юра, сейчас мы проверим Насколько вы хорошо знаете Катину карьеру И вообще в курсе водного пола Сколько периодов и по сколько минут Длится матч по водному полу? Ну это 4 периода по 8 минут Сколько у Кати тренировок в неделю? 9-10 Верно, десяточку На какой позиции играет Катя? Ну не нападающий Чувствую, кто-то сегодня без ужина останется И вообще она мне сказала, что все-таки она нападающий У нас расходятся мнения, да, с ней В каком году Катя вошла в основной состав Кенефа? В 2007 Почти В 2008 Да Сколько раз Катя становилась чемпионкой страны в составе Кенефа? А она 11 12 10 Да Кто у Кати в команде лучшая подружка? Мне кажется Ксюша Кремер Она мне сказала, что она со всеми дружит Ну а Теперь мы знаем, с кем она дружит Самая главная победа Кати на международном уровне? Евролигу они выиграли, по-моему, в том году Или в позатом И в том, и в позатом Я маму, пожалуйста, не надо Какое водное было? Нет никогда в жизни И в итоге долго очень привыкала Где-то год, наверное Мне было тяжело Постоянно плакала И вот потом все Теперь вот не жалею Нисколько не жалею, что Так все получилось в моей жизни Когда начали привлекать первую команду Тогда вот у меня как-то я так загорелась Ничего себе Уже к взрослым Есть такая маленькая Так интересная Да-да, поняла Что хочу Потом из чемпионата России Для меня это было ничего себе Такой статус Так здорово Все уже здороваются Узнают Ну, прикольно было Кубок европейских чемпионов Конечно же Это тоже незабываемая победа Мы так долго шли к этому Постоянно Тут вторые Тут третьи Вторые Третьи Всегда Настолько было обидно Просто в шаге от победы Никогда не получалось взять У меня вот последние два года Потрясающее Потрясающее время Случай, когда я вообще хотела Все уже бросить Уйти Это было где-то Уже играла за первую команду Класс девятый, по-моему Был такой период Потом вроде бы все нормально Потом у меня умер папа Четыре года назад Ну, это мне тоже было капец-как тяжело Раньше переживала, когда в сборную страны не брали Ну, вот А сейчас Что поделать Я уж как-то смирилась Все Ну, я больше с семьей С мужем теперь С своим любимым Ну, вот Я, как бы, наоборот Даже думаю Это хорошо Я хожу Я знаю Это моя работа Да Я, как бы, все Выполняю там Когда могу Когда не паздываю Ну, вот Стараюсь А так, как бы, да Я больше хочу В семье быть Свадьба прошла потрясающе И дождик был И девочки там беременные У меня были на свадьбе Это к счастью говорят Я прям вообще думаю Ничего себе Я выглядела, как я хотела Ну, безумно все понравилось Все адекватные Все веселые были Вот это мое платье Ну, выбирала я его долго Очень, конечно Я ездила, да В Питер С мамочкой С сестрой Помогали мне Мне Главное Нужно было Закрыть мои мускулы Плечи большие Ну, вот Я надеюсь Что я вот Как-то Получилось У меня Подружки Всем очень понравилось Обалдели Такие Вах-вах Молодец Троих точно Троих детей Хочу Ну, это 100% Троих А там уж как получится Санкт-Петербургский Танцевальный союз Это региональная Общественная организация Для любителей И профессиональных Танцоров 10 лет Союз Является проводником Передовых танцевальных Тенденций Поддерживает И самостоятельно Организует Турниры И фестивали Разных уровней Готовит Профессиональных Тренеров И судей Санкт-Петербургский Танцевальный союз Открытость Непредвзятость Единство И профессиональный Подход Пришло время Говорит До свидания Мы рассказали Вам о событиях Которыми насыщена Спортивная жизнь Ленинградской области И о людях Которые стремятся К победам И добиваются успеха Это в частности Биатлонист Из Тихвина Андрей Бакланов Волейболист Из злодейного поля Владимир Маймистов И игрок команды Кенев Сургутнефтегаз И Екатерина Кирильчева Всего вам доброго И до скорых встреч